Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Ирина Минаева. В Одесской области после укуса ядовитого паука женщина попала в реанимацию. Жительница села Тузла пострадала от укуса каракурта во время отдыха на берегу лимана Алибей. В бессознательном состоянии ее госпитализировали. После введения гипериммунной сыворотки состояние пострадавшей стабилизировалось. Она идет на поправку. Самка каракурта, черная вдова, является одним из наиболее ядовитых пауков. Первые симптомы после укуса появляются в течение 30 минут. Сильные боли во всем теле, затем мышечная слабость, теряется возможность передвигаться, учащается пульс, появляется бледность, тошнота и рвота. Каракурт встречается не только в Одесской, но и в Николаевской, Херсонской областях. Климатические условия в нашем регионе идеально подходят для его размножения и питания. Паук любит обитать в пустынных местах, на склонах оврагов, а также в степях. С наступлением жары черные вдовы начинают мигрировать, разыскивая новые безопасные места. В этом году, видите, была жаркая весна, что спровоцировало то, что их количество больше. Периодически у этого вида встречаются вспышки численности, но это бывает раз в 5 лет, раз в 8 лет. Этот паук действительно опасен для жизни человека. То есть если укусит, то для того, что может быть летальный исход. Но сам паук на человека не кидается. Он может укусить тогда, когда поставили тапочки. Он залез, особенно на берегу водоемов, там, где есть песок. Залез и укусил. Либо он, например, где-то там гуляли, забыли какие-то игрушки. Он сплел паутину, потом вспомнили про игрушку, взяли и может укусить ребенка. Каракурта легко узнать по ряду характерных особенностей. У половозрелой самки, когда она же совсем половозрелая, пятна исчезают. А вот у, скажем так, самки, которая уже такая повырослевшая, есть пятна. Паук достаточно крупный. Если брать в размерах, то это 10-капеечную монету. То есть ее, это не мелкий паук, его можно разглядеть. Вот есть такие вот характерные, может быть, красные пятны с белой каймой. Либо, когда уже самка половозрелая, эти пятна не так выражены. Опасность половозрелая, у нее тогда наиболее токсичен яд. У молодых самочек яд еще не набрал такой силы. И даже если укусит, то, как говорится, может человек и не почувствовать. Яд каракурта в 15 раз ядовитие яда одной из самых страшных змей – гремучей. Самка паука сама на человека не нападает. Однако черные вдовы не любят, если тревожит их гнездо. Что нужно запомнить? Если вы идете там, где есть песок, то у них обычно они строят характерные такие паутины в виде треугольника. Невысокие. Обычно паутина располагается где-то в 30 сантиметров от земли. И самка обычно находится недалеко от паутины. Специалисты советуют во время отдыха на природе внимательно осматривать вещи и обувь. А если паук все же укусил, первым делом нужно промыть ранку перекисью водорода или спиртом. Многие рекомендуют брать, высасывать яд. Это не надо делать, потому что если у человека там, например, есть повреждение слизистой, этот яд еще быстрее растет. Самое главное, необходимо эту ранку прижечь в течение первые минуты, прижечь, потому что яд белковой структуры, он разрушится. И сразу же ехать в больницу. Самим ничего делать не надо. Не заметить укуса невозможно. В месте укуса сразу наступает боль, как будто укололся колючкой. В течение 10-15 минут она усиливается и распространяется на живот, поясницу и грудь. Без лечения на вторые-третьи сутки пострадавший может умереть. Поэтому первым делом в больнице пострадавшему должны уколоть противокарокуртную сыворотку. Это самое эффективное лечение от укусов черной вдовы. Сотрудники полиции разыскивают 11-летнюю Надежду Жукову. В среду на Приморском бульваре девочка самовольно покинула экскурсионную группу. И до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Примет ребенка – рост 150 сантиметров, среднего телосложения, волосы длинные, русые. Была одета в желтую футболку и синие шорты. Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят позвонить в Приморский отдел полиции по телефону 048-722-4542 или 102. На очередном заседании исполкома Одесского горсовета чиновники рассмотрели 22 блока вопросов, среди которых ряд городских целевых программ и проектов решений. Перед началом заседания чиновникам был представлен начальник главного территориального управления юстиции в Одесской области. Руководитель областной юстиции отметил содействие муниципалитета в образовательном проекте «Я маю право». Геннадий Леонидович, его команда принимает активное участие в реализации этого проекта непосредственно до предоставления распространения информации об этом, предоставления нам рекламных площадей для того, чтобы все граждане могли видеть, как, куда обращаться, где получать необходимую информацию. Я хотел бы выразить благодарность, вручить подяку. Напомним, нынешний год президент страны объявил годом образовательного проекта «Я маю право», в рамках которого украинцы узнают о своих гражданских правах и способах их реализации. С нескольких городских пляжей уберут незаконно установленные временные сооружения на песчаных арендованных участках. По мнению специалистов, на арендованных территориях должны размещаться только шезлонги, зонты, мусорные баки, раздевалки, а не кафе и объекты общепита. Профильным чиновникам поручено тщательнее и детальнее разрабатывать схемы размещения объектов на арендованных участках, чтобы ни у кого из предпринимателей не возникало соблазна дополнить спектр пляжных услуг пятийно-гастрономическим сервисам. Это 13-я станция фонтана ООО «Календа», это пляж «Золотой берег» между траверсами 16 и 16А, это общественная организация «Одейская областная спилка в Итаране» в Десантникеф, это пляж «Фаркстин», пляж «Чайка» между траверсами 6 и 6А, и ООО «Амбергрупп Украина» — это пляж «Чайка» между траверсами 6 и 6А, они фактически с «Фаркстином» на одном пляже. Это Орион 7-7, пляж «Курортный» между траверсами 9 и 10, это 13-я станция Большого фонтана. В случае, если арендаторы не будут выполнять требования городской власти, договор аренды будет расторгнут. Устраивать на детских пляжах вот такой холомец, как говорят у нас здесь, мы не позволим. Я хочу, чтобы это понимали предприниматели, которые хотят с нами выстраивать нормальные, доверительные, прозрачные отношения. А не обманным путем, заключив договор, потом наклепав, вы видели, кибитки какие-то, ширмы и так далее, что значительно уменьшает количество людей, которые хотели бы или могли бы отдохнуть на этом пляже. Были обсуждены и задачи по парковым зонам города. Напомним, ранее в Одессе появился Стамбурский парк на подходе греческий, в разработке азербайджанский. На нынешнем исполкоме принят вопрос о благоустройстве сквера Регенсбург, который размещен между улицами Старопортофранковска и Мечникова. В дальнейшем же в Одессе будут появляться скверы и парки, названные в честь городов-побратимов. Это и ответное. Мы готовимся к открытию таких же, проведению таких же мероприятий в Марселе, в Стамбуле, в Ларнаке, Хайфа, что-то, может, забыл, ну, целый перечень городов, Клайпеда, в которых мы будем устанавливать и муниципалитеты принимают соответствующие решения. Наш якорь сердца, туристические силы города, с разбитием скверов в этих городах и в этих странах. Мэр отметил, что ремонтные работы в парке Регенсбург будут проводиться за привлеченные средства. В развитии города не менее важным вопросом является благоустройство окраин. За прошедший год в рамках данной целевой программы департамент городского хозяйства провел ряд работ по улучшению отдаленных улиц и кварталов. Станайская, ну, это по-старому ли он поселок у нас, частный сектор, как раз вот застава и все в той стороне находится. Там детский сад, который был разрушен, пожарный водоем в школе, которая также находится рядом, десятилетиями использовался, как выгребная яма канализационная. И почему-то никого это не интересовало, в каком состоянии этот пожарный водоем находится. В данном районе детского сада не было порядка 20 лет, а на территории школ хронически отсутствовали столбы освещения и тротуарная плитка. Все это было восстановлено за прошлый год. Совместная работа активных жильцов с представителями власти, привычная для Киевского района, приносит ощутимые результаты. После того, как одесситы обратились за помощью к депутату, еще несколько домов спального района стали лучше и надежнее. На очередном выездном депутатском приеме было проверено качество выполненных работ во вторичном жилом фонде. Старые крыши – проблема многих одесских типовых построек. На протяжении десятков лет прохудившиеся кровли хрущевок и чешек Киевского района либо подвергали скудному точечному латанию, либо и вовсе не видели ремонта с момента сдачи объекта в эксплуатацию. Неравнодушие жителей домов и взаимодействие с депутатом от Киевского района Дмитрием Танцерой позволило добиться капитального ремонта крыш многоэтажек в домах Пуварненской 2-3 и на проспекте Небесной сотни 8. Мы сейчас поднялись, смотрим, стыки сделаны все качественно, расшито все правильно. Надеюсь, эта крыша минимум 15 лет простоит. В пятиэтажном доме Пуварненской 2-3 большинство жильцов – пенсионеры. Пожилые соседки не сразу поверили в то, что многолетняя проблема устранена и отныне во время дождя и таяния снега в квартиры не будет затапливать. У нас крыша текла. Даже одна жилица дважды через год делала ремонт над своей квартирой, по 700 рублей платила. Все равно оно текло. Спасибо, сейчас отремонтировали. И дай бог, вот проверим дождем и еще раз спасибо скажем. Проблемы, которые были в нашем доме. Крыша протекала. Сделали, спасибо. Мы благодарны. Говорят, которые проверяли, говорят, качественно. Проблема была глобальная, потому что затекали пятые этажи, особенно затекали потеки и так далее. Я на четвертом, поэтому я не ощущала, но те, которые видели, говорят, хорошо. Активные жители девятиэтажки на проспекте Небесной сотни 8 обратились за помощью к депутату Дмитрию Танцюре с аналогичной проблемой. На девятом этаже было на первой парадной и на третьей. Начали жильцы жаловаться. Я живу на втором этаже. А с девятого стали жаловаться. Сделали все отлично. Сделали все кругом качественно. Вот люди приходили туда. Все покрыто очень даже хорошо. Выездные депутатские приемы Дмитрия Танцюре и общение с местными жителями позволяют городской власти контролировать ход и качество проделанных работ. Вы сегодня видели, как завершены работы по крышам. Вы увидели качество этих работ. Мы подтвердили жильцам качество этих работ, потому что в этих дымах живут в основном пенсионеры. Они не могут себе позволить вылезти по состоянию здоровья, вылезти на крышу. Поэтому мы сегодня все это показали и уверены в том, что работы сделаны качественно и надолго. Качество выполненных работ позволит жителям дома по академике Глушко 24Б осенью комфортно начать отопительный сезон. Здесь взаимодействие депутата и жильцов привело к замене системы теплоснабжения. Дом с 1973 года. Всегда было отопление ужасное, плохое. Я еще тем более живу на втором этаже. Всегда рвало, топило. Поэтому вот сейчас поменяли. Ребята поменяли полностью во всем доме. Это колоссальная работа. Конечно, спасибо. Одесситы, кто на собственном опыте убедился в эффективности взаимодействия с представителями власти, отмечают, что такой механизм – залог решения проблем всего жилого фонда города. Качественно выполненные работы по модернизации жилых фондов не просто дают новую жизнь старым домам. Ответственный подход депутата к проблемам улучшает качество жизни самих одесситов, признают наши собеседники. Если люди не будут обращаться, говорят, откуда он будет знать, что и где, чего делать и как, и какая вообще ситуация. Если мне что-то надо, я прихожу и прошу. Если он может, он помогает. Это в его полномочиях. Обязательно надо иметь связь с депутатом. Обязательно надо иметь. И тогда легче будет житься всем жильцам. И всему городу будет легче. Проблемы, которые интересуют жильцов, должны интересовать и депутата. И почаще встречи, почаще слушать глаз народа. И все, и будет все окей у нас. Предметный разговор депутата с горожанами и их контроль всех работ позволяет разумно и по существу расходовать выделяемые бюджетные средства. И позитивно сказывается на энергосберегающей составляющей, признают и депутат, и глава райадминистрации. В ходе сегодняшнего объезда вы видели, что помимо крыши, также идет подготовка к зиме. В одном из домов заменено теплоснабжение практически на 300 тысяч гривен. Мы проверили качество работ на двух домах. Это крыши, замена теплоцентрали, благоустройство дворов. Вот и сейчас люди нас не отпускают, просят и в дальнейшем оказывать содействие. Я вижу это так, что совместно с депутатским корпусом, с активными депутатами районной администрации, службы города, именно так мы можем добиться результата. То есть повысить качество жизни наших одесситов. Такие выезды помогают расставить приоритеты в проблемах жилищно-коммунального хозяйства, отмечают наши собеседники. На еженедельных выездных встречах с депутатом одесситы-активисты поднимают уровень сознательности и остальных жильцов, тем самым вовлекая их в созидательный процесс благоустройства дома и двора. В диалоге обсуждаются и текущие проблемы дома, и составляются планы работ на следующий год. Очередной мирный митинг у ворот главного офиса предприятия «Интерхим» прошел в среду. Активисты Одесской ячейки всеукраинской общественной организации «Сокол» настаивают на необходимости ввести кодеиносодержащие препараты на предметно-количественный учет, чтобы контролировать выписанные рецепты. Активисты убеждены, что кодеиносодержащие таблетки пользуются спросом именно среди наркоманов, а сами препараты вызывают привыкание. Сегодня котропит, завтра героин! Активисты пришли под стену офиса с целым перечнем вопросов, которые хотели задать представителям фармацевтической компании. Диалог состоялся на повышенных тонах. Чего вы переймаете? Мы поставили за петельное. Отвечаем. Если вы мне дадите внушение отвечать, я буду отвечать. В ответственность, почему вы поставите в аптеки наркотики? Все. Оцей детячий садочек вы залишите для своих сотрудников. Дитячий садочек это ваше... Нет. Вы что наркотики и наркоманы на улицах, и конвалюты заанализовываются детячий садочек? Ну тогда очевидно, что вы все село убьюете. И что это для вас детячий садочек? Я в штабе. Присядьте за стол. Нет, я не сядю за стол. Продуктивного общения не получилось. Активисты покинули помещение, не дождавшись ответов на свои вопросы. Расповедать про то, что это не наркотик и залежность не выкликает. Вот, власна, вам обновка и по фрейду. Спасибо. При этом представители всеукраинской общественной организации «Сокол» пообещали, что сегодняшняя акция не последняя. Напомним, ранее активисты организации передали обращение в Департамент охраны здоровья обл. госадминистрации, а также в Государственную службу по лекарственным средствам и контролю наркотиков в Одесской области. В обращении активисты требуют запретить продажу кадыносодержащих препаратов без рецептов. В свою очередь, генеральный директор сделал такие пояснения. По сути, по биохимии не может ничего произойти. Воздействие кадеина происходит таким образом. В результате метаболизма кадеина в организме образуется небольшое, до 10% количество морфина. Морфин, по сути, не является наркотиком выбора ни для одного наркомана. В свою очередь, активисты «Сокола» не согласны с таким заявлением. А ночью на Люздорфской дороге произошел разбой. Двое злоумышленников напали на мужчину и отобрали деньги и мобильный телефон. Воспользоваться добычей не получилось. Подозреваемых задержала полиция. Инцидент произошел в 4 утра. Двое мужчин напали на прохожего, брызнули в лицо потерпевшему из баллончика и похитили его мобильный телефон стоимостью 4000 гривен и деньги в сумме 500 гривен. При обследовании территории полицейские обнаружили и задержали злоумышленников. Ими оказались 22-летний Одессит и 26-летний житель Ширяевского района. Открыто уголовное производство. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. В Одессе пьяный водитель иномарки протаранил трактор. Четверо пострадавших. Авария произошла в 6 утра на Фонтанской дороге. Водитель автомобиля БМВ не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в припаркованный трактор. В результате столкновения четверо пассажиров иномарки с травмами госпитализированы. У водителя автомобиля, по данным полиции, наблюдались признаки алкогольного опьянения. Его доставили в медучреждение для прохождения экспертизы, сообщили в пресс-службе патрульной полиции. На Николаевской дороге столкнулись пассажирский микроавтобус и трамвай. Также есть пострадавшие. По словам очевидцев, микроавтобус «Мерседес» совершал поворот направо через трамвайные пути и не пропустил вагон. Водителя с травмами госпитализировали. Пассажиры трамвая не пострадали. Из-за аварии остановилось движение трамваев, образовалась пробка. На 16-й станции Большого фонтана планируют перенести разворотное кольцо трамвайных маршрутов номер 18 и 19. Изменения связаны с реконструкцией старого трамвайного полотна. Заказчиком по разработке сметно-проектной документации и выполнению работ выступило коммунальное предприятие «Одессгорэлектротранс». Проект предусматривает перекладку трамвайного кольца и перенос подстанции в связи со строительством жилого комплекса. Во-первых, там большая изношенность, во-вторых, там проект предусматривает строительство, в том числе нового инфраструктуры. И самое главное, что это продается на два этапа. Первый этап – это разработка проекта, строительство, и в дальнейшем этот объект передается на баланское предприятие «Одессгорэлектротранс». А из центральной части города чиновники планируют убрать заброшенные автомобили. Поясняя это тем, что разбитые поржавевшие машины портят историческую часть Одессы и являются взрывоопасными. Департамент муниципальной безопасности с 1 октября начнет эвакуировать на штрафплощадке брошенный автотранспорт, собственники которого на годы забыли о своих машинах. Уродуют облик города, но еще и несут опасность в себе. Мы не знаем, что в автомобиле внутри. В Одессе участились аварии с участием двухколесного транспорта. В среду пострадали двое мотоциклистов. На Николаевской дороге столкнулись «Фиат» и мотоцикл «БМВ». А на пересечении улиц генерала Петрова и Ивана и Юрия Лип дорогу не поделили «Тойота» и «Мопед». Водители двухколесного транспорта доставлены в больницу. Еще одна авария, но без пострадавших, произошла днем в районе Таировского кладбища. Столкнулись «Шевроле» и «Минивэн». Автомобили перекрыли одну полосу движения в сторону Ильичевска. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В скором времени в Одессу вернется полюбившийся многим горожанам и туристам бравый солдат Швейк. Напомним, скульптуру веселого чешского солдата в феврале украли во второй раз. Солдат Швейк изготовлен и привезен в Одессу, и мы планируем опять его устанавливать. Только сейчас мы с собственником, как вы знаете, это общество любителей Швейка из Чехии, которые подарили нам этот проект. Сами авторы и исполнители живут в Черновцах. Мы просто сейчас обсуждаем вопрос установки этой небольшой скульптуры чуть повыше, чтобы до нее невозможно было дотянуться руками. На данный момент городские власти разрабатывают также проект защиты памятников от вандалов. В планах у чиновников установка видеонаблюдения, чтобы лица правонарушителей можно было фиксировать, сообщили на исполконе. Результаты тестирования в этом году оказались несколько хуже, чем в прошлом, констатирует ВМОН. В частности, уточняют в ведомстве, показатели снизились по украинскому языку и литературе и математике. Не преодолели проходной порог по украинскому языку и литературе более 14% выпускников. Причиной снижения показателей теста является то, что впервые в этом году ВМО сдавали выпускники профтехучилищ, уровень знаний которых оставляет желать лучшего, считают в Министерстве образования. По математике результаты также оказались ниже. Порог не преодолели 19% участников тестирования. В то же время, по сравнению с прошлым годом, улучшились показатели тестов по истории Украины. Почти 86% выпускников преодолели порог сдал-не сдал. В общей статистике этого года стало меньше и отличников, получивших высший балл по тестам ВНО. По итогам тестов 222 участника ВНО получили 200 баллов. Годом ранее их было 303. Только 12 человек получили по 200 баллов по двум предметам. И ни один не получил высшую оценку по каждому из трех предметов. В Центре оценки знаний напоминают, что для тех, кто по уважительной причине не участвовал в основной сессии тестирования, дополнительные возможности предусмотрены со 2 по 11 июля. В этом году во вступительной кампании гуманитарии снова превзойдут технарии. По числу заявок тесты по предметам гуманитарного цикла значительно преобладали над точными и естественными науками. Такая статистика не нова для украинской высшей школы. Однако, наперекор сложившейся традиции, видеть в этом исключительно минусы не стоит, уверены специалисты. Некоторые специальности доказывают, гуманитарные знания могут служить мостом не только между науками, но и между разными направлениями внутри самой специальности в международной практике. О том, как сегодня осуществляется такое взаимодействие в одесских вузах, после новостей расскажут преподаватели по специальности философия факультета истории и философии университета имени Мечникова Инна Голубович и Елена Петриковская. Вот именно философия создает вот эту матрицу, как для гуманитарных своих упований и душевных, духовных и интеллектуальных, так и для конкретных действий, конкретных профессий, очень прикладных. Это профессия, это специальность матрицы. Тогда давайте объясним, а в чем же, собственно, практичность? Вот где этот сегмент практики, который, во-первых, присутствует ли он в моменте обучения в университете, на факультете, по специальности? И как потом он разворачивается, когда человек получает диплом? Елена Сергеевна, как это происходит? Ну, во-первых, нужно сказать, что то, что мы предлагаем в качестве аналитики, это аналитика различных текстов. И очень часто, вот в чем, я думаю, наша фишка, это тексты совершенно новые для наших абитуриентов, для наших студентов. То есть вот новизна вот этих текстов и дальше варианты разных видений. И вот это сразу же будет мышление, это совершенным образом меняет мировоззрение, меняет человека. И как прокомментировали наши студенты, мы делали такой опрос в прошлом году и попросили наших студентов оценить наше образование и так далее. И они, там, как вы себя с философией связываете теперь и так далее. И один студент сказал так, приходишь сюда как шкет, который ищет истину, а уходишь человеком, которому море по колено. В завершении выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. В регионе зафиксирован случай укуса человека каракуртом. Что нужно запомнить? Если вы идете там, где есть песок, то у них обычно они строят характерные такие паутины в виде треугольника, невысокие. Обычно паутина располагается где-то в 30 сантиметров от земли. И самка обычно находится недалеко от паутины. На четырех пляжах города демонтируют временные конструкции. Это 13-я станция фонтана ООО «Календа». Это пляж «Золотой берег» между траверсами 16 и 16А. Это общественная организация «Одейская областная спилка» в Итаране в Десантникеф. Это пляж «Фаркстин», пляж «Чайка» между траверсами 6 и 6А. И ООО «Амбергрупп Украина» – это пляж «Чайка» между траверсами 6 и 6А. Они фактически с «Фаркстином» на одном пляже. Это Орион 7-7, пляж «Курортный» между траверсами 9 и 10. Это 13-я станция Большого фонтана. На Люздоровской дороге близ площади Толбухина в среду было неспокойно. Что вы переймаете? Мы поставили за пляж. Нет, я не ставлю. Отвечаем. Если вы мне дадите выложить отвечать, я буду отвечать. Отповедаете, чему вы поставите в аптеки наркотики. Все. Этот дитячий садочек вы залишите для своих спецпроцеников. Дитячий садочек – это ваше... Нет, дитячий садочек – это ваше... Вы что, наркотики и наркоманы на улицах, и конвалюты залишите ваше дитячий садочек? Ну, тогда очевидно, что вы все-таки убьете. И что это для вас дитячий садочек? Присядьте за стол, вы не сидите в штабе. Присядьте за стол. Нет, я не сядю. На 16-й станции Большого фонтана планируют перенести их разворотное кольцо трамвайных маршрутов. Там большая изношенность. Во-вторых, там проект предусматривает строительство, в том числе, нового инфраструктуры. И самое главное, что это проявляется на два этапа. Первый этап – это разработка проекта, строительство. И в дальнейшем этот объект передается на баланское предприятие «Альцбург» – это «Транс». Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках.